Три секции на одну котельную, как лебедь, щука и рак. Между жителями дома по улице Советской Армии 240Б не утихает спор о том, для кого из них установлена автономная система отопления. По документам, права на тепло есть у всех, но каждый тянет одеяло на себя. А в итоге дом официально до сих пор не введен в эксплуатацию. Разобраться в ситуации, чтобы наладить погоду в доме, на место сегодня приехала глава Самары Ирина Лапушкина. Вот эта котельная, она питает и целиком этот дом, и вот этот дом. И позиция председателя ДСЖ такая, что вот она должна питать вот этот дом. И шесть подъездов этого дома, а четыре подъезда этого же дома питать не должна. У них есть большой конфликт между жителями. И они сейчас судятся активно между собой. Проблема возникла после того, как в прошлом обманутые дольщики получили свои квартиры и зарегистрировали право собственности на них. Но, как выяснилось, мощность котельной не рассчитана на такое количество жилья. Тем более, что к системе подключен еще и соседний дом. С тех пор жители шести подъездов считают, что тепло от модульной котельной принадлежит только им, а соседям из четырех остальных подъездов нет. Есть заключение, что котельная работа рассчитана на шесть подъездов и расширение на 240-й дом. Нагрузка четырех подъездов не рассчитана. Мы, как говорится, с 2003 года договора у нас, и мы поднимали этот подъезд, вот собирали миллион, отдавали свечки за котел, покупали общий, конкретно десятый подъезд, восстанавливали, то есть я занималась разводкой, отоплением. Выход из этой ситуации есть, тем более, что летом 2020 года в этом квартале заменили теплотрассу. И проблем с теплом здесь не должно быть вообще. Но прежде чем перевести дом или его часть на центральное отопление, необходимо установить согласие между всеми жильцами. Дом на две части не разделить. Важно, чтобы и жители это поняли. А пока решено провести экспертизу коммуникаций силами городской администрации, чтобы в итоге найти оптимальное решение, которое устроит всех жителей дома. Олег Зверев, Константин Головин. События.